Рестораны без посетителей, торговые центры без покупателей, а гостиницы без постояльцев. Карантин повлиял на работу почти всех сфер и отраслей. И лишь сейчас, в курортный сезон, ситуация начинает меняться. После жесткого карантина и с наступлением лета дела у малого бизнеса в Украине пошли на поправку. Но в ассоциации предпринимателей приписывать эту заслугу правительству не спешат. Адаптивных мер как не было, так и нет. Все держится исключительно на внутреннем рынке. Была надежда на курортный сезон, но и она, похоже, скоро погаснет. Сейчас я не вижу, что был какой-то большой наплыв туристов. Хотя, по идее, сезон. Но ситуация с коронавирусом говорит о том, что и карантином, и говорит о том, что отдыхающих практически нет. Все, что есть, это в основном внутренний рынок. Да, там приезжают люди, да, у нас отдыхают, но это последнее с тем, что было, это очень незначительная часть. Маски, социальная дистанция и дезинфекторы. Безопасность, утверждают эксперты, самое главное, что сейчас должно волновать одесситов и гостей города. Без маски людей не обслуживают, а после 11 вечера заведения должны закрываться. Правда, такие карантинные меры соблюдают не все. В интернете получила популярность видео из ночного клуба. На кадрах люди с пониманием относятся к ситуации. В общем, проходит проверка, наверное, по всей организации, поэтому в какой-то момент я попрошу всех выйти на минут 40, на час. Решение закрывать увеселительное заведение после 11-ти возмутило не только отдыхающих, но и предпринимателей. А показательные рейды полиции только усугубили ситуацию. Был объявлен адаптивный карантин, и люди уже рассчитывали свой бизнес, исходя из тех правил игры, которые были. Клубы заключали какие-то контракты. Сейчас-то все летит. Я считаю, что государство не может в таком одностороннем порядке без консультации с бизнесом принимать такие решения. Впрочем, курортный сезон в самом разгаре. Но цены на отдых бизнес повышать не собирается. Поднимешь стоимость – потеряешь клиента. Риск неоправдан. Предприниматели менее чем за полгода лишились 75% своего дохода. Цены разительно отличались по сравнению с низким сезоном с октября по март. В два-в два с половиной раза отель мог поднимать цены на высокий период. Сейчас такой тенденции нет. Я вижу, что многие отели, в том числе и средний сегмент, сегмент трех-четырех звезд, в основном оставили тарифы усредненные. Скажем так, и не низкий сезон, но и далеко не цены высокого сезона. Чтобы вернуться на докарантинный уровень, малому бизнесу понадобится в среднем три года. Это если без стрессов и испытаний. Не забываем и о высоком уровне безработицы. В период карантина без дела остались более полумиллиона украинцев. Кристина Черновалова, Константин Ищерет, телеканал Репортер.